Здравствуйте, туристы и милитаристы! Я не очень люблю слово фарт, потому что в переводе с английского это означает «пердёж», но именно некая фартовость, когда происходят какие-то случайные события, которые потом очень сильно, во-первых, меняют твоё мировоззрение, во-вторых, они действительно влияют на тебя, вот как в данном конкретном случае. Это именно такой нажиманский фарт. И я что-то как-то сейчас подумал, что у меня таких событий немало, то есть реально немало, потому что те же самые, если мы берём те же самые экстремки, вот буквально я делал обзор на Contact C, то есть это не просто ты там как-то что-то в курсе, нет. Мне фартануло, я побывал прямо на производстве, я лично знаком с Mauro, и вот эти все, экстрема рацио, по большому счёту, наверное, процентов 97-98 ножей, они, по крайней мере, побывали в моих руках, то есть это действительно фартануло. И одним из таких центральных событий, скажем так, моей именно нажиманской жизни, и в том числе моей, скажем, какой-то вот обзорщицкой деятельности, это, конечно, знакомство с Антоном и знакомство с первым цехом. Потому что до знакомства с Антоном, до знакомства с первым цехом, я скелетники не воспринимал вообще никак, и, как я знаю, очень многие люди не воспринимали их вообще никак. И именно поработав, не просто покрутив руках, что там красивый сатин, аккуратные фасочки сделаны и так далее, именно поработав вот этими вот рукоятями первоцеховыми, именно поработав вот этими клинками, я проникся, а потом засосала полностью, то есть в очередной раз скажу, что первый цех у меня самые работающие ножи, самые. То есть вся грязная нарезка, какая-то пикниковая, аутдорная нарезка, она идет 90%, если не просто там с целью какого-то обзора, с целью, а вот по-настоящему, когда камера выключена, когда фотоаппарат, когда телефон спокойно лежит на столе, я режу все первым цехом. Потому что это удобно, потому что это практично и очень гигиенично. И здесь, скажем, я думаю, что фарт получился взаимным, и у меня и у первого цеха. Почему? Потому что благодаря моей какой-то скромной деятельности, моим обзорам, моим щенячьим восторгам на камеру, очень многие люди, которые раньше, ну вообще никак не воспринимали скелетные ножи, они сейчас реально в секте, они реально поняли это, прочувствовали. Конечно, все вот эти вот гавкания на тему того, что, ай, это ты просто купил нож задорого, и поэтому тебе стыдно признаться, что это полное говно, и ты его хвалишь. Вон как Архадыр хвалит. Давайте, ребята, дальше гавкайте, никто, как говорится, нет, вас слушают такие же, как вы, нет проблем вообще. То есть есть люди, которые не воспринимают скелеты, есть люди, которые не воспринимают первый цех, делают это совершенно культурно вежливо, вообще без вопросов, потому что у каждого своя, как говорится, своя планида. Но мне лично очень нравится тот факт, что я прям рад тому, что, когда я понял, что не я один, что не меня одного проперло этими ножами, что действительно, ребята, они вот прониклись и подтвердили мое мнение о том, что это просто дико удобно. Вот, и у первого цеха есть такие ножи, как я их называю, с такими достаточно именно примитивными рукоятями. То есть если мы берем тот же утюги-паяльники, сложно сочиненный там, или еще какой-то, то вот конкретно вершок, он очень похож просто на скрепку какую-то канцелярскую, крупную такую, большую скрепку канцелярскую. При этом я им уже успел поработать, и я скажу, что даже вот такая вот канцелярщина, она прикольно сидит в руке. Есть у, это продолжение серии «Закурить не даю» и «Простой», есть у вершка один прикол. В том, что если вы этот нож выдергиваете, вот у нас ножны, как всегда, здесь отверстие для того, чтобы клиночек дышал, нож полностью очень плотно в ножнах, он даже случайно никуда у вас не денется, при этом ножны плоские, не просто в кармане куртки, а в кармане даже каких-то джинсов в аптегончик, этот нож никто не увидит. Так вот, в случае какого-то кипиша этот нож можно извлекать не просто вот как обычным путем, нет, здесь можно его действительно выдергивать вот таким вот образом, поместив палец вот в эту самую скрепку, в эту самую скрепко-подобную скрепкообразную рукоять. Вершок первый цех, длина 155 мм, длина клинка 60 мм, такой коротышок именно, причем мне нравится, опять же, это почему? Потому что человек постоянно что-то своими ножами делает, то есть он, скажем, треть длины ножа посадил всего лишь на клинок, и две трети на рукоять, потому что так удобно. Ширина клинка 33 мм, толщина по обуху и толщина, соответственно, рукояти 4 мм, обработка клинка сатин, сатин мне первоцеховый нравится все равно больше, чем травление, чем стоунвош, я в принципе сатин люблю очень сильно, сатин, и если брать именно темные какие-то, то DLC мне нравится, вот так, вот так. Ну и, конечно, всякие апо игры разума, типа как от УТРЦ, например. Сталь 440С, 59-60 единиц по шкале рокула в закалке от Алана Георгиевича Балекоева, это просто становится сразу же как минимум адамантия, как максимум криптонит. Вес ножа без ножен 52 грамма, в ножнах 69 грамм, то есть это легче, чем обычный стандартный какой-то фолдер, он легче, чем складной нож. Кайдексные или теперь будут, я вот не знаю конкретно под эту модель будет ли кожа, но, в принципе, первый цех сейчас всерьез созадачился, они стали делать под свои ножи, под свою серийку, именно предлагают и кайдекс, и кожу. Так вот, в чем прикол этих ножей. Практически все ножи первого цеха, как я уже говорил, они несут две направленности. Причем вот ты берешь нож, и ты как-то вот, ну, непонятно, скелетник, там, тонкий, удобно носить, при этом строгать будет неудобно, потому что рукоять там тонкая, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, но любой нож у них, он несет ярко выраженную душегубскую направленность. То есть, любой нож первого цеха, он очень-очень такой, несмотря на то, что это теплые ножи, там, это хозбыт, они невероятно ловкие на какие-то тычки, на какие-то порезы, на какие-то резкие движения. И любой нож, даже этот каратыш у первого цеха, он не только душегубский, но и кулинарный, потому что этими ножами очень-очень удобно работать по продуктам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 внутри вот этой самой секты то есть ни в коем случае не конкурент улучшителю а сам по себе это очень-очень прикольный нож действительно действительно классный вот все ребят спасибо за просмотр первый цех так держать ни в коем случае да не и не соберутся никогда останавливаться ребята огромные молодцы антон борисович огромный молодец и я повторю то что я говорил уже неоднократно когда ты берешь какой-то новый нож первого цеха в руки ты думаешь ну все совершенство достигнуто он очень удобный он красивый им очень классно удобно работать очень классно резать и и так далее так далее проходит буквально сколько-то месяцев и появляется новая модель и ты понимаешь что она еще круче она еще класс класснее но именно в чем заключается еще одна фишка первого цеха это в том что когда ты на наиграешься то есть когда ты наиграешься например полтинником там закурить не даю тем же самым пиз брат и прочее прочее и ты считаешь что вот это вот самый-самый что ни на есть что ни на есть в какой-то момент тебе на карман попадает снова полтинник или монголоид или китежград ты понимаешь бляха ну вот он идеальный нож просто супер это все почему потому что талант не пропьешь у нас борисыч очень многоликий талант вы просто не знаете вот недавно мне прислал фотографию иконы которую он написал опять же когда человек талантлив во всем ты думаешь вот как так вот как так природа господь раздает полный как говорится дланью кому-то человек режет по дереву режет по металлу гравирует сочиняет ножи пишет картины такие от которых просто вот я реально но я очень надеюсь что когда нибудь все-таки соберет вот эти все свои картины и гравюры сделает выставку никакой ковид не остановит я просто прибегу впереди паровоза на эту выставку потому что потрясающие работы ребят если вы видели какие он делает пуговицы какую он делает эмаль это просто но это просто какая-то явно что-то не то явно что-то с борисовичем не то все прошу прощения за излишние восхваления те кто всех те они наверняка поняли что я имел ввиду пока